Дорожные работники продолжают очищать Благовещенск от снега. На этой неделе они убирают улицу Горького. Уже прошлись по участку между Больничной и Калинина, дошли до Шевченко. Ради безопасности и быстрого завершения работ движение по улице Горького перекрывали. Наш корреспондент Денис Свериденко оценил качество уборки. Улицы города очищают не только с помощью специальной техники, но и вручную. Чтобы ликвидировать последствия снежной зимы, на уборку вышли более десятка городских дорожников. Раньше работу осложняло постоянное движение транспорта. Сейчас работать проще. Улицу перекрыли. Чтобы решить одну проблему автомобилистов, пришлось создать другую. Остановив движение транспорта, работа пошла быстрее, говорит дорожный рабочий Алексей Баянов. Накануне собирали снег по улице Горького, только в районе городской больницы. Снега в таких объемах не убирали года четыре. Хорошо, когда ГАИ перекрывают дорогу, совместно с ГАИ легче работать. Да все стандартно, если честно. Оно, конечно, и от водителя, и от нас требуется. Техника без нас не справится, а мы без техники. Чистить город от снега и льда приходится практически круглосуточно. И даже в 30-ти градусный мороз. Только с одного квартала собирают в среднем по пять машин снегом. Вывозят его за пределы Благовещенска. Правда, сначала дорожники предлагали снег городским художникам для строительства снежных фигур. Но те отказались. Снег, говорят, должен быть кристально белым. Убирать улицы Горького от снега сложно, утверждают дорожники. Ведь здесь много стоянок и автобусных остановок. Снежный накат приходится счищать из тротуаров. Вообще тротуары не входят в ведомство дорожных поддонного управления. Но поскольку все-таки мы живем в этом городе и занимаемся в том числе облагораживанием территории и очисткой тротуаров, тоже мы решили заняться. Мы большую технику на тротуары загнать не можем. А то, что у нас есть более малогабаритная, но они ездят регулярно. Уже в пять вечера движение по Горького открыли. За несколько часов дорожники очистили от снега два квартала от Калинина до Шевченко. К уборке улицы на участке от 50-летия Октября до Кузнечной рабочие приступят на следующей неделе. Денис Сверденко, Константин Волков. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.